Безопасность в сети интернет Сегодня на уроке вы узнаете способы обмена информацией в сети интернет, а также ознакомитесь с элементарными пониманиями рисков нежелательных контактов в сети. Вы уже знаете, что интернет – это всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Какие же существуют возможности в сети интернет? Первая возможность – это поиск информации. Вторая – обмен файлами. Далее можно обучаться при помощи сети интернет, находить различные развлечения, к ним относятся игры, просмотр фильмов, а также можно совершать онлайн-покупки. Вы уже знаете, что для поиска информации используются различные браузеры. А как пользователь может обмениваться информацией в сети с другим пользователем? Для этого существуют такие программы, как электронная почта и различные мессенджеры. Что такое электронная почта? Электронная почта – это технология и служба по пересылке и получению информации от одного пользователя к другому. Мессенджер – это служба обмена мгновенными сообщениями. Итак, помимо полезных возможностей сети интернет, не стоит забывать и об угрозах, которые существуют при работе в данной сети. Давайте рассмотрим основные угрозы. Первое – это распространение вредоносной информации. Второе – мошенники. Мошенники выведывают личную информацию, которую в дальнейшем используют для плохих целей. Третье – контакт с людьми, у которых плохие намерения. И последняя угроза – это опасность для здоровья. Давайте более подробно рассмотрим каждую из угроз. Итак, вредоносные программы. Вредоносные программы – это любые программы, которые наносят вред компьютеру или пользователю этого компьютера. Другими словами, это вирусы. Как узнать, что наш компьютер заразился каким-либо вирусом? Существует несколько основных признаков. Первый признак – наш персональный компьютер долго загружается и долго выключается. Второй признак – автоматическое открытие окон с незнакомым содержимым при запуске нашего компьютера. Третий признак – это невозможность запустить исполняемый файл. Выдается окно об ошибке. Следующий признак – это появление всплывающих окон или системных сообщений с непривычным текстом. И последний признак – это случайное или беспорядочное отключение компьютера. Если вы заметили какой-либо из этих признаков, пора проверить, установлен ли у вас антивирус. Следующая угроза – мошенничество. Мошенничество в интернете приобретает большие масштабы. Изобретаются различные новые уловки доступа мошенников к компьютерам пользователей с дальнейшей кражей у них личной конфиденциальной информации, которую они уже используют для плохих целей. Каким образом мошенники крадут нашу информацию? Существует множество приемов. Давайте рассмотрим два. Первый прием – фишинг. С английского переводится «рыбалка». Как это работает? Мошенники создают поддельные сайты известных, например, банков, где пользователь, не зная, что это поддельный сайт, вводит свою личную информацию, например, фамилию, имя, адрес, либо же пароль от личного кабинета. Так как данный сайт является подделкой, то, соответственно, мошенники могут увидеть вашу личную информацию. Второй способ. Они предлагают бесплатное программное обеспечение. Которое вы скачиваете и ни о чем не подозреваете. Но на самом деле в этом программном обеспечении находятся вирусы и троянские программы. Что же такое троянская программа? Троянская программа, также известная как троян, троянец, троянский конь. Это программа, которая скачивается под видом лицензированного программного обеспечения. Но в ней находятся такие команды, которые позволяют скачать нужную информацию о пользователе и в дальнейшем передают эту информацию мошенникам. Также эта программа опасна тем, что она может нарушить работу компьютера, а также использовать ресурсы компьютера в плохих целях. Следующая угроза – интернет-хулиганство. К интернет-хулиганству относится троллинг. Троллинг – это способ общения в сети, целью которого является провоцирование других его участников к конфликтам или же выведением их из душевного равновесия. Чтобы не стать жертвой троллинга, нужно помнить о сетевом этикете. Давайте с вами повторим несколько правил. Правило первое. Помните, что вы говорите с человеком. Не делайте другим то, что не хотите получить от них сами. Второе правило. Придерживайтесь тех же стандартов поведения, что и в реальной жизни. Правило третье. Не ввязывайтесь в конфликты и не вызывайте их. Следующая угроза – это интернет-зависимость. Погрузившись в виртуальное общение, человек перестает гулять на улице, встречаться с друзьями, мало двигается и, как следствие, у него ухудшается здоровье. Начинаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, повышается утомляемость и также бывает и головокружение. Давайте с вами рассмотрим правила безопасной работы в сети интернет. Правило первое. Не открывайте файлы, скаченные с непроверенных источников. На прошлом уроке мы с вами говорили, что прежде чем скачать какой-либо файл или программу, убедитесь, что вы делаете это с официального источника. Правило второе. Не заходите на незнакомые веб-сайты без разрешения взрослых. Всегда спрашивайте у родителей или учителя, можно ли открыть данный сайт. Правило третье. Никогда не оставляйте свой номер телефона и домашний адрес на сайтах. Почему? Потому что мошенники могут воспользоваться вашей личной информацией в плохих целях. Четвертое правило. Не вступайте в контакт с незнакомыми людьми. Например, если вам пишет человек в социальных сетях, имя которого для вас незнакомо, лучше не отвечайте данному человеку. И пятое правило. Соблюдайте временной режим при работе в сети интернет. Помните, что здоровье превыше всего. Выходите на улицу, гуляйте, дышите свежим воздухом. Итак, теперь давайте выполним задание для закрепления изученного материала. Задание первое. Как называется программа, которая наносит вред компьютеру или пользователю этого компьютера? Варианты ответов. Троллинг, вредоносная программа, фишинг. Давайте проверим. Итак, правильный ответ. Б. Вредоносная программа. Задание второе. Как называется способ общения в сети, целью которого является провоцирование других его участников к конфликтам или же выведение их из душевного равновесия? Варианты ответов. Троллинг, вредоносная программа, фишинг. Давайте проверим. Все верно. Это троллинг. Задание третье. Как называется программа, проникающая в компьютер под видом легального программного обеспечения и наносящая ему вред? Варианты ответов. Троянская программа. Троллинг, фишинг. Давайте проверим. Все верно. Данная вредоносная программа называется троянская программа. Итак, сегодня на уроке вы узнали, какие существуют способы обмена информации в сети интернет, а также узнали, какие существуют угрозы при работе во всемирной паутине. Хорошо поработали. Увидимся на следующем уроке.